Утро Утро Эти строки о своем родном городе Беслане, что в тысячи километрах к югу от Москвы, написала 12-летняя Эмма. Она любит сниматься на камеру и подписала свой мини-репортаж просто «Привет!». Сегодня мы возьмем интервью у великого кота. Как ваше здоровье? Хорошо? А как семья? Тоже хорошо, да? Эмма очень любит своего кота, а еще у нее есть заветная мечта. После окончания школы я с двумя моими подругами уехала в Москву учиться в модельное агентство. Эмма обожает своих подруг. Эмма, Света, Мадина и Аза. Они неразлучны. На этом мы закругляемся. И хотим сказать пару слов, точнее, хочет сказать Эммочка пару слов нашим телезрителям. Я желаю всем телезрителям. Счастья, здоровья. Эта съемка была сделана летом 2004 года. Сейчас четыре подруги уже не живут в Беслане. Они теперь в другом городе. Он находится рядом с Бесланом и называется «Город ангелов». Это кладбище. Здесь 186 детских могил. С одной и той же датой смерти. 3 сентября 2004 года. «Город ангелов» «Город ангелов» «Город ангелов» «Митрий» «Город ангелов» « 뭔 триему не Hook Hub � revolStart, сущеeme» «Город ангелов» «Город ангелов» «Митрий» «Всsong» «Бру離 people» «А как так лет��» «Митрий» В тот год с Усланой и Ларисей еще было рано идти в школу, но они все равно пошли. Ведь для такого маленького города, как Беслан, 1 сентября – большой праздник. Никому не хотелось его пропустить. Нам в тот год сказали, все девочки должны будут прийти в школьной форме, то есть вот коричневое платье, белый фартук. Решили они в тот год пойти без мам в школу. Она меня спросила, мама, ты пойдешь в школу? Я говорю, я не знаю, не хотим мы говорить, договорились с девочками, мы сами пойдем, мы уже большие, взрослые. Я вот так вот подняла руку и, знаешь, пальцами вот так до своих губ дотронулась. Думаю, ой, какой, говорю, сладкий был поцелуй. Я говорю, я приду, я говорю, еще раз целую девочку, говорю, мою. Ну, оказывается, это был последний. Встреча с друзьями, объятия, рассказы о прошедшем лете. Этот праздник длился не больше 20 минут. Я сначала подумала, что это вообще шарики лопаются где-то там или что-то еще. Но когда я понял, что люди убегают и ламывают стекла, бегут, тогда мне стало как-то страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Вот завели нас там, как этих зверей на убой. Вот кто где сел, кто на полу, кто на лавочках. И вот так мы там сидели. Старшеклассников заставляли вешать эти растяжки на потолок. И вот тогда я сидела и поняла, что это. Вот в том кольце было, и вот в том. И посередине здесь, еще по бокам маленькие. Людям приказали сесть и не вставать. На полу спортзала, под растяжками на потолке, находилось более тысячи человек. Террористы требовали полной тишины. Запрещали кричать, плакать, разговаривать. Когда дети плакали, они заставляли нас играть в зайчиках. Мы сидели вот так, и играли вот так, и прыгали чуть-чуть. Они проходили с автоматами и смотрели, кто тут играет и кто нет. Но они ничего не делали, дети сильно плакали. Тогда я думал, что кто-то может время остановить, прийти, террористов убить и нас всех вывезти. Время остановилось для тех отцов и матерей, что ни на минуту не отходили от школы. Над их детьми издевались уже двое суток. Их унижали, не кормили и не давали им пить. Когда первый день мы даже представляли, что сейчас выйдем, пойдем в магазин, воду купим, газировку всякие, пойдем домой скупаемся, в ванне полежим. Я вообще, когда первый раз в школу пошла, я пошла с бутылкой водой. Я до сих пор ночью сплю, у меня рядом с кроватью бутылка с водой, всегда свет горит. Я в полной темноте не могу спать. Чтобы утолить голод, дети ели цветы, которые принесли для учителей. Иногда кому-то удавалось отпроситься в туалет. Там была раковина, и из крана бежала струйка воды. Это был единственный источник. Они мочили воду и обтирали себя. Ну, некоторые даже не могли терпеть уже, и воду из игрушек пили. До сих пор в этот спортзал несут бутылки с водой. Каждый день бутылки обязательно открывают, чтобы детям, ангелам, было проще пить. Мы ходили, ждали. Мы были просто убеждены, что детей не тронут. Не может быть, чтобы детей тронули. Когда я услышал взрыв над собой, я очень испугался. И мне в момент стало легче дышать. Потому что, во-первых, крыша же разорвалась, и воздух хлынул. И многие люди погибли и перестали дышать. Кладбище – город ангелов. Для многих это место стало святым. Могила здесь всегда в идеальном состоянии. Блестит мрамор. Никогда не выцветают фотографии. Нет ни одного увядшего цветка. Ленточки на могилах означают, что ребенок в этом году мог бы быть выпускным. Теракт в первой школе Беслана унес 335 жизней. Из них 186 детских. Они все здесь. На этих фотографиях. Несостоявшиеся художники. Музыканты, экономисты, врачи, матери и отцы. Недавно в городе проводили опрос. Сохранить или снести разрушенную школу. Все-таки местным жителям непросто каждый день видеть этот памятник бесчеловечной жестокости. Школу решили оставить. Чтобы о случившемся помнили. Помнил не только Беслан. Весь мир никогда не забывал о том, что случилось в этот день. Плохим я ничего не могу пожелать. А добрым, чтобы они такие остались, какие были. Вот такие вот все. Ну, а мир, чтобы он был красивый и красивый всех миров. Субтитры создавал DimaTorzok